О да, друзья! Сегодня, как вы поняли, мой рассказ для вас будет очень необычным, и сегодня для того, чтобы рассказать вам эту историю, я привезла вас в самую огромную усадьбу на острове Уай. Этот дом Апплдуркомхаус называется, и несмотря на то, что он давным-давно стоит заброшенный, тем не менее интерес к этому дому не утихает, а скорее даже разгорается с новой силой. В частности, вот в прошлом году здесь одна из популярнейших программ канала BBC, The Most Haunted называется, самый популярный, снимала здесь в течение двух лет огромную программу о привидениях. Да и неудивительно, потому что этот дом имеет репутацию, место, в котором наибольшее количество привидений, которых когда-либо видели люди. Посетители сообщают, что видели призрачный экипаж у входа в это здание и большое количество монахов. Монахи-фантомы в их традиционной коричневой одежде, а также многие слышали плачущего ребёнка, который начинал хохотать вслед, когда люди выходили из здания. Также многие говорят, что в конюшне часто видели красивую женщину, которая ходила и пугала лошадей. Вдоль главной лестницы почему-то всегда мерцают огни и слышен шелест юбок и какой-то странный звук, похожий на треск свечей. В большом зале наблюдаются частые перепады температуры, неожиданно резкие холодные точки вдруг в центре зала. Книгу посетителей вдруг начинали перелистывать чьи-то неведомые руки. Но самым страшным местом является подвал. Говорят, что в подвале основное количество привидений остаётся даже днём. На стенах подвала видны какие-то странные тени, извивающиеся в адском танце. И люди, которые когда-либо побывали в этом подвале, чувствовали, что за ними постоянно кто-то наблюдает. Погреб этот очень тёмный и мускусный, что вызывает само по себе очень дурное предчувствие. Нагнала на вас страхов, друзья? Да, да, действительно, это ещё не всё, что я рассказала об этом доме. Ну и неудивительно, что у него такая страшная история, потому что этот дом пережил очень-очень много перемен. А начинался он как монастырь аж в 1100 году здесь жили монахи. Потом он передавался из рук в руки. Это был особняк эпохи Тюдоров. В конце концов, его завещали в 1690 году сэру Роберту Орсли, о котором я вам расскажу также в этом видео. Ну а пока давайте немножко всё-таки мы передохнём и продолжу свой рассказ. А сначала давайте посмотрим, какая красота здесь вокруг. Несмотря на все эти страхи, днём здесь гулять просто замечательно. У центрального входа мы до сих пор ещё можем видеть очень красивый старинный фонтан. В этом фонтане лилии водяные, кувшинки и также много золотых рыбок, странным образом сохранившихся до сих пор. Говорят, что какое-то время назад под одним из этих деревьев теперь уже, наверное, и не знает никто под каким, был найден клад. Вот, огромный сундук с золотыми монетами. Ну, когда это было и кто нашёл этот клад? Сейчас это всё только легенды. Хотя, конечно же, такие богатые усадьбы и богатые хозяева здесь наверняка имели огромные деньги. Кто закопал этот клад, неизвестно. Так вот, несмотря на все эти страшилки, несмотря на то, что очень многие люди просто клянутся, что они здесь видели все эти жуткие привидения, тем не менее находятся желающие на очень странный бизнес, который здесь процветает. А в частности, здесь проводят свадьбы, церемонии по субботам и воскресеньям, специально в отреставрированном зале. Вот я вам показала картиночку. Сейчас это всё закрыто, конечно же. Но вот существует внизу на первом этаже два огромных закрытых помещения. Залы отреставрированные. В них проводятся свадьбы, и желающих очень много. И в связи с этим даже ходит ещё одна легенда, очень популярная. Но тут, понимаете, во-первых, неизвестно, когда это произошло, неизвестно, где именно это произошло, но просто история передаётся из уст в уста. И я её услышала именно в связи с вот этими вот церемониями свадеб в Апплдуркомпхаусе. Я вам её сейчас расскажу. Жуткая история, леденящая душа. Так вот рассказывают, что на одной из таких вечеринок, когда весёлая компания праздновала очередную свадьбу, кто-то предложил спрятаться невесте, и пусть её жених найдёт, как это обычно принято на свадьбах. Невеста спряталась. Жених и гости стали её искать. Они пересмотрели все помещения. Они поднялись наверх. Они обыскались в саду. Они даже спустились вниз в эти страшные подвалы и погребы. Но нигде не могли найти невесты. Как говорится, вечерело. И уже стали беспокоиться. Невесту не смогли найти до самой ночи. В конце концов, гости разошлись. Жених продолжал искать свою невесту. Он, говорят, искал её буквально несколько суток. Он потерял покой, сон и аппетит. Но невесту свою он найти так и не смог. Говорят, что он буквально от горя тронулся рассудком. Говорят, что прошло несколько лет. Возможно, даже десятилетия. И он так и не смог жениться. Он тосковал, горевал. Его друзья, чтобы успокоить его. В таких случаях обычно говорят, что, может быть, она просто ушла. Может быть, просто не смогла ему об этом сказать. Но он не верил. И вот однажды его какой-то вещий сон позвал опять сюда, на эти развалины. Он собрал целую команду. Заплатил огромные деньги. И стали снова искать эту невесту здесь. И вот вы знаете, в каком-то самом отдалённом уголке самого тёмного и мрачного подвала они нашли сундук. И когда они открыли этот сундук, они увидели истлевшее тело в белом платье. Оказалось, что сундук этот был секретом. И он открывался только снаружи. Если крышка защёлкивалась, изнутри её уже было открыть невозможно. Ну, наверное, никто не предполагал, что может кто-то забраться внутрь этого сундука. Вот так кончилась эта страшная история. Насколько это правда и произошло ли это здесь, никто, конечно же, вам не скажет. Но историю эту повторяют и любят рассказывать даже гиды. Многие говорят, что именно странная архитектура этого дома вот и дала повод и возможность поселиться всем этим духом и привидением в этом доме. А именно, в этом доме ровно 365 окон и 52 комнаты. То есть по количеству дней в году и недель в году. Вот, наверное, какая-то мистика тоже в этом есть. Апплдуркомхаус имеет очень длинную и богатую историю. Он строился, перестраивался, имел множество хозяев на протяжении веков. И в конце концов, после Второй мировой войны, в 1945 году, случайная мина, которая попала в этот особняк, и закончила, в общем-то, его историю. После этого он стоял долго невосстановленный. Ну и как сейчас вот, просто существует как музей. Но и это ещё не всё, друзья. То, что связано с этой усадьбой. Существует ещё одна история. Пожалуй, как её называют, самая громкая история 18 века или самый громкий судебный процесс, который случился в Англии в 18 веке. Так вот, эта история, случившаяся в 1780 году, она сочетает в себе необычные аристократические поступки, неумолимый аппетит публики к сексуальным скандалам и сенсационно откровенный феномен. Громкие публичные откровения мадам Орсли, которая, в общем-то, потрясла английскую публику и расколола английскую аристократию буквально пополам. А началось это, когда молодой баронет, красавчик сэр Ричард Орсли, унаследовал Апплдургкомпхаус в 1768 году. Он познакомился и женился через несколько лет на прекрасной 17-летней девушке Леди Сеймур, дочь первого баронета, которая тоже была достаточно богатой девушкой. Она была очень умной, образованной и воспитанной девушкой. Вышла она замуж очень рано. Девушка готова была стать образцом семейной добродетели и полностью подчиниться воле мужа. Через год у них родился сын. Вот только в то время жена, ее имущество и жизнь были полностью собственностью супруга. А лорд Орсли быстро присытился семейной жизнью и ему захотелось каких-то новых ощущений. Стал специально привозить своих друзей в поместье, показывать им якобы случайного кошка, купающуюся свою обнаженную жену, и также подговаривал жену, чтобы она завела на сексуальные отношения с этими мужчинами, а сам подглядывал в замочную скважину. Это продолжалось довольно долго. Ну и говорят, что и сама Леди Сеймур была шаловливой молоденькой женщиной, и она была абсолютно не против. И все бы, наверное, длилось и длилось таким образом, пока, в конце концов, Леди Сеймур не влюбилась в очередного своего любовника и не сбежала с ним от мужа. Оскорбленный муж, сэр Ричард, тут же подал в суд, что его обманули, и выдвинул иск этому неудавшемуся любовнику аж на 20 тысяч фунтов стерлингов. По тем временам это были огромные деньги, ну, наверное, чуть больше 2 миллионов фунтов стерлингов, если переводить на сегодняшний курс. Так вот, беглецов нашли, совсем недалеко они убежали, где-то в отеле в Лондоне их нашли, вернули назад, и очень-очень расстроился этот молодой любовник, леди Уорсли, что ему неоткуда взять эту огромную сумму. А так как леди Уорсли была действительно в него серьезно влюблена, она решила идти ва-банк. И тут начались ее признания и откровения. И она при всем честном народе на суде заявила, что она не стоит таких огромных денег, 20 тысяч фунтов стерлингов, потому что этот мужчина, у нее уже 27-й любовник. И она также рассказала, как они веселились со своим мужем, зазывая этих гостей и затаскивая их в постель. Стали всплывать все новые-новые подробности. Сэр Ричард, обманутый муж, ничего не мог объяснить, ничего не мог опровергнуть, потому что стали вызывать этих бывших любовников. И они действительно показали на суде, что их подталкивал именно сам сэр Ричард на все вот эти проделки с его женой. И в конце концов, как писала дальше пресса, присяжные заседатели, вдоволь насмеявшись, оценили достоинство леди Уолсли в сумму 1 шиллинг, который и был незамедлительно тут же на суде выплачен опозоренному сэру Ричарду. Ну, собственно, печатные материалы на этом и заканчиваются. Известно лишь, что баронет отказал жене в разводе и попытался лишить ее всех ее преимуществ и даже ее личного гардероба. Но баронесса, в свою очередь, обиделась и нервически начала тратить на шмотки немыслимые суммы денег. Муж сдался и просто попросил ее уехать во Францию. О судьбе любовника капитана Бисетта. Когда он узнал, что с женитьбой сразу ничего не получилось, он, говорят, очень загрустил и ушел за сигаретами насовсем. А вот леди Уолсли боролась с гендерными неравенствами постоянно. Она ежегодно меняла своих любовников вплоть до смерти своего мужа Сэра Ричарда. После чего она очень быстро вышла замуж за очередного Аполлона, который был младше ее на 21 год. Ну, мы же тут не забудем о том, что она сама была очень богатой и наследство она принесла своему мужу Сэру Ричарду в 100 тысяч фунтов стерлингов. Огромные на тот момент деньги. В 2015 году Великобритания выпустила даже художественный фильм, который называется «Скандальная леди У». Если желаете, посмотрите. Но говорят, что фильм снят не очень увлекательно. И если не знаешь всей этой предыстории, то, возможно, даже его и не запомнишь. Говорят также, что вышло какое-то стихотворение, впервые очень заинтересовавшее публику за многие-многие годы. Ну, и бесконечное множество статей, публикаций не умолкало долгие-долгие годы. И вот в связи с этим мы по документам даже сейчас знаем эту историю. И те гравюры, которые я вам показывала, тоже можно найти. Они очень популярны. А вот такая сегодня у меня разнообразная история получилась об этом Аппл-дурком хаос, поместье и огромной усадьбе. Если вам понравилось, друзья, я бы хотела увидеть ваши лайки. Пожалуйста, пишите, что вы думаете, нравится ли вам мои такие повествования исторические. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.